МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире первого тульского программы «Особое мнение». Я Сергей Савицкий. С 15 по 21 октября в Туле состоится 17-й открытый российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия». Фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов России. У нас в гостях президент фестиваля «Народная артистка России» и кинорежиссер Алла Сурикова. Здравствуйте, Алла Ильинична! Здравствуйте! Алла Ильинична, из чего состоит программа? На ваш взгляд, самый яркий момент? Может быть, какие-то отличия от предыдущих фестивалей? Естественно, каждый фестиваль отличается от другого, от предыдущего, от того... Во-первых, по-моему, у нас это пятый фестиваль на Тульской земле. Это уже своеобразный юбилей или юбилейчик. Каждый год другие картины. Это главное, естественно, отличие, потому что мы собираем картины не старше 2015 года, которые, скажем, не попали в прошлом году на фестиваль. В этом году картин, по-моему, 29. Это очень много за практически пять с половиной дней просмотра. И еще, значит, картины будут идти в Туле на трех экранах и по области тоже. Но, к сожалению, по области не так много людей у нас может съездить, но картины мы отдаем на просмотр. В этом основное отличие. те картины практически самые такие суровые – это 16+. По-моему, 18+, даже нет таких. Ну, так ставит, по крайней мере, этот плюс ставит Министерство культуры, которое дает прокатное удостоверение. Ну, и несколько мероприятий в Туле будет проходить таких... Ну, во-первых, открытие и закрытие. На открытие приезжают, значит, Вениамин Смехов, Татьяна Кравченко, Александр Михайлов, Эммануил Виторган, Владимир Вишневский, радио «Юмор-ФМ» – они получают свою премию. Ну, еще, значит, премию должен получить Станислав Говорокин. Это на закрытие. Еще будет такое замечательное мероприятие. 20-го числа в филармонии выступает замечательный артист Максим Аверин с программой «Посвящение Гурченко». Я видела отрывок из этой программы. Это очень здорово, очень. Молодец, он классно работает. Ну, тем более он у меня снялся сейчас в главной роли, естественно, но я хвалю его не поэтому. Программа – это совершенно отдельная история. Ну, и еще, значит, будет несколько мастер-классов и круглых столов. Один круглый стол проведет замечательный журналист, тележурналист, лауреат премии ТЭФИ, государственные премии Кира Прошутинская, которая ведет программу «Жена» на телевидении. А здесь она проведет такой круглый стол «Жена и смех, и слезы, и любовь». И Вера Сторожева проведет мастер-класс, очень хороший кинорежиссер, у нее несколько главных премий на разных фестивалях, и она свою картину покажет, представит. Проведет мастер-класс Михаил Марфин, это второй раз подряд по просьбе Туликов. Так понравился он, что мы попросили его еще раз приехать. Естественно, встретится, поскольку ведет открытие Дмитрий Губерниев, замечательный спортивный комментатор, театр-тележурналист, он проведет тоже встречу с журналистами. Тему он сам определит, я даже у него не спрашивал, потому что с Димой встречаться одно удовольствие, он человек остроумный, и действительно, когда он ведет программу, мне кажется, ведет репортаж, мне кажется, что вот за кого он болеет, тот и выиграет. Он так ярко болеет и красиво это делает. А еще, значит, еще кинорежиссер Алла Сурикова проведет такой, называется ее вечер, еще немножко юбилейный вечер, потому что, ну, как бы, юбилей был в прошлом году, но еще не наступил следующий день рождения, поэтому я имею право. Но там на вечере будут мои друзья-актеры, которые, если я им дам слово, выступят, если успеют. А еще я готовлю подарки для тех, кто задаст лучшие вопросы. Я сделал такой диск, я читала на канале «Культура» главы своей книги «Любовь со второго взгляда». Книги у меня нет, а новую я еще не написала. Простите, а вот диск с чтением у меня есть, и я привезу. Ну, и, значит, на закрытии будет Станислав Сергеевич Говорохин, он получает премию за все хорошее. Актеры приедут, я надеюсь, те, кто, за которых проголосует и наши жюри, и зрители. Ну, и главное, конечно, у нас все-таки оценщик, так сказать, и главное жюри фестиваля, это зрители, поэтому я приглашаю всех приходить на просмотры, брать листочки для голосования, там три такие, что ли, разновидности. Жанра? Нет, нет, три разновидности, возможности оценки. Отлично, хорошо и так себе. Плохих картин у нас нет. Ну, и вот кто больше, какая картина наберет, больше вот этих, отлично, те картины и получают призы. Все картины получают дипломы, потому что, если картина уже участвует в фестивале, то благодарный диплом. Ну, вот пятый год мы работаем с замечательной командой Тульской, во главе с Татьяной Вячеславной, министром культуры, замечательной, остроумной, доброжелательной, активной. В общем, с таким министром можно идти в атаку. Вот делают, я не знаю, как у них получится, делают свой фильм ребята тульские, потому что Тула, в общем, такая мека для кинематографистов. Здесь многие снимали кино, и потом здесь много замечательных людей родилось, актеры, в Туле, Тульской области. И они, мы им дали задание такое, и они пытаются справиться. Ну, вот как сделают, так мы и покажем. Тут это их, в конце концов, право сделать так, как они считают нужным. Ну, еще там несколько роликов симпатичных будет, там Алексей Воробьев, такой знаменитый туляк, он, к сожалению, не смог приехать ни на открытие, ни на закрытие, но мы с ним записали обращение к Тулекам, и он дарит свой, свой клип, такой, посвященный году кино. Сейчас же год кино проходит вот такое счастье для кинематографистов. Алла Евгеньевич, те картины, которые вы говорите, они достаточно молодые, как вообще легко выбирать картины, и кто их выбирает? Ну, у нас есть отборочная комиссия, которая смотрит все картины, потом практически почти все картины, они либо уже вышли в этом году, либо еще на выходе, очень много дебютных картин, которым мы отдаем предпочтение, по-моему, шесть или семь картин дебютантов. И это приятно, потому что в принципе в комедию идут осторожно очень режиссеры, гораздо проще снять драму, трагедию и даже блокбастер, а так, чтобы человек смеялся, чтобы зритель смеялся, чтобы хотя бы улыбался, чтобы выходил после просмотра с хорошим настроением, достаточно трудно делать, потому что у каждого человека свое чувство юмора, потом, знаете, эта грань между пошлостью и смешным, она очень тонкая, показал, извините, какое-нибудь место такое, зритель смеется, а это не тот смех, который нам нужен, лучше нам все-таки обойтись без показа какого-то такого места. Анна Ильич, а вы не считаете, что в последнее время, мне кажется, как раз очень легко режиссеры снимают комедии, они выходят и могу вот даже, ну, вы знаете, что много названий сейчас можно произнести, насколько это является комедией. Пытаются много, потому что зрителю очень хочется смеяться, улыбаться и получать хорошее настроение от просмотра. Поэтому продюсеры, конечно, гоняются за сценариями комедийными, за режиссерами, которые, ну, где-то хохотнули в каком-то предыдущем фильме, но очень мало основ, то есть сценарных основ хорошего, высокого качества. Нет Брагинского, нет Горина, это люди, которые, как бы, планка у них была очень высокая, и, соответственно, режиссеры, которые, как бы, снимали картины с ними, это был и уровень такой. Ну, и плюс еще сегодня на комедию денег дают мало, и требований к комедии в основном, ну, к такому потоку, не очень серьезные, за маленькие деньги, в общем, хорошую такую высокого класса комедию трудно снять, потому что если деньги маленькие, сроки маленькие, а сроки маленькие, значит, лишний дубль не снимешь, лишнюю репетицию не проведешь, не заменишь, скажем, актера, если он не годится, потому что Чаплин снимал кино, потом показывал зрителям, потом слушал, как они там реагировали, и переснимал заново, у нас это нереально. На сегодняшний день главное в комедии это все-таки сценарий или бюджет? Нет, ну, главная комедия это чувство юмора. У режиссера или у всей команды? Знаете, в Америке на фестивале в Лос-Анджелесе, где наша картина «Человек с бульвара Капуцинов» получила главный приз, был такой семинар, что главное в том числе в комедии. И, значит, я взяла слово и сказала, что главное в комедии у нас это чувство юмора, потому что чувство юмора должно быть у режиссера, снять за такие маленькие деньги хорошее кино, нужно иметь большое чувство юмора. Главное, чувство юмора должно быть у актера, потому что сниматься за такие смешные деньги надо иметь большое чувство юмора. Чувство юмора должно быть у сценариста, потому что видеть то, что снял режиссер, и не плакать, а хотя бы улыбнуться тому, что снято, надо иметь большое чувство юмора. Ну и если режиссер женщина, то чувство юмора должно быть у ее мужа. Хорошо, на чувство юмора мужа мы прервемся сейчас на короткую рекламу, скоро вернемся, не переключайтесь. Алла Ильична, мы закончили на чувство юмора. Скажите, пожалуйста, человек рождается с чувством юмора, или его можно приобрести? У Григория Горьевна есть пьеса «Брачи-конферансье». Там к конферансье приходит девочка без чувства юмора абсолютно, и он начинает как-то из-под волье объяснять, что такое, а потом они встречаются в довольно трагической ситуации во время войны, и он видит, как она проявляет в пограничной ситуации чувство юмора. Конечно, воспитать его сложно, но если у родителей есть чувство юмора, то оно передается детям. Если у педагогов, школьных учителей, которых надо бы тестировать на наличие чувства юмора, если оно есть, то и дети будут воспринимать самые сложные истины легко, потому что юмор все-таки позволяет легче воспринимать и действительность, и учебу. Хорошо. Ладонична, не могу вас не спросить, ваше отношение к тем комедиям, которые выходили в последнее время, допустим, за прошедшие три года, могли бы вы назвать какую-то картину, которую вы считаете хорошей, доброй, настоящей комедией? Во-первых, не одна, а много. А во-вторых, вопрос, я считаю, не очень корректный по отношению ко мне. Как режиссеру? Как режиссеру, как президенту фестиваля, который проводит этот фестиваль, поэтому я ни называть, ни отвечать на него не буду. Хорошо. Перейдем к другому вопросу. У вас, как кинорежиссера, хочу спросить, на ваш взгляд, на сегодняшний день, помимо комедийных фильмов, которые снимаются, снимается ли детское кино, есть ли оно? Если оно есть, почему мы его не видим? Оно есть. Посмотрите на фестивале нашим, будет несколько картин, мы привозим их. Детское кино надо делать так же, как взрослый, только еще лучше. Перефразируя фразу, писать для детей нужно так же хорошо, как для взрослых, но еще лучше. Потому что все-таки дети требуют зрелища. Они воспринимают очень хорошо, когда яркое такое зрелище. А зрелище требует денег. И круг замыкается. Все требует денег. Да. Потому что сказки замечательные. И есть вот у моих студентов, Ильикой Читашвили, Оксана Ткач, лежит замечательная сказка, сценарий «По щучьему велению 2». Но снимать за те копейки, которые даются, бессмысленно. И хотя они меня уговаривают, что они это снимут, но я на себя ответственность эту не могу взять. Потому что в результате я должна буду это снимать, выискивать какие-то деньги. Все. А сценарий симпатичный, ну, в основе, естественно, сказка, но с современным юмором, с какими-то современными вкраплениями героев это могло бы быть симпатично. Но сказка требует больших денег и талантливых режиссеров. Алла Лишина, российский синематограф, какие самые большие проблемы у него сегодня? Прокат. Российский, потому что мы его практически потеряли. Прокат сейчас требует отдельных денег, потому что, чтобы картина, ну, скажем, как экипаж собрала много денег, в нее должны быть вложены большие деньги на рекламу картины. Потому что это серьезно. Сегодня реклама, двигатель прогресса. Когда-то, когда мы с Леней Ермольником сняли «Московские каникулы», а он в это время вел какую-то свою программу или клуб, там что-то называлось, и он начал рекламировать нашу картину, Нахабцев, оператор покойный, ныне лауреат государственной премии, испугался даже, говорит, «Ты что? Зачем ты говоришь, что хорошее кино, когда еще никто не видел?» Он говорит, «Леня, ты никто не увидит, если я не скажу, кто хороший?» В результате картина тогда собрала, но по тем временам рекордное количество зрителей и даже обогнала «Матрицу», которая шла в это время на наших экранах. Но сегодня это действительно достаточно сложно. Я вот заканчиваю картину. У меня звезд, ну, такое большое количество. Максим Аверин, Катерина Климова, Анна Ардова, Лариса Долина, Сергей Газаров, Валерий Баринов, Ольга Кабо, Ольга Прокофьева, Борис Невзоров, Андрей, 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 забыла. Ну, в общем, многое. Малыш, у нас нет степенных ролей, все главные, столько звезд у вас. А знаете, главные роли, там сейчас у Максима Аверина, Кати Климовой и у дочки Саши Абдулова Женечки. Она вот дебютирует в кино, ей 9 лет. Но большая роль там у Ани Ардовой, скажем, у Ларисы Долиной, у... Остальные все вроде эпизоды, там Сергей Газаров 3 съемочных дня, там Данила Белых 3 съемочных дня, Миша Ефремов 1 съемочный день. Но все равно это яркие эпизоды, и... Но уверенности в том, что эта картина будет иметь широкий прокат, у меня нет, потому что денег на прокат особых у нас нет, потом это не блокбастер, и там, кроме... кроме одного удара Шиловскому по голове барабаном и удар бутылкой по Аверину, драк особых нет. Поэтому похвастаться особенно нечем. Ну, будем надеяться, что, может быть, зритель, устав от убийств Чернухи, пойдет на легкую картину, которая, в общем, это такая ироническая, семейная, мелодрама, музыкальная. Ну, ваши картины сложно какие-то назвать не музыкальными? Ну, здесь называется она «Любовь» и «Сакс», не секс, не путать, «Сакс». Максим Аверин играет на саксофоне, а его жена, которую зовут Любовь, Люба, она играет на «Арфе». Вот такой... Такая история. Да, такая история. Она играет классику и любит Дебюси, а он джаз. Он играет Гершина, Дюка и Лингтона. Хорошо, в заключение нашей программы Пожелайте, пожалуйста, что-то туликам, зрителям, чтобы они шли на фестиваль и что они там увидят. Ну, вот вы уже сказали, что я должна пожелать, дорогие тулики. Я рада, что мы снова вместе, и мы привезли фестиваль для вас. Все просмотры бесплатные, приходите, смотрите, улыбайтесь, голосуйте, и от вас зависит судьба призов. Желаю вам хорошего настроения, хорошей погоды и много-много денег. Огромное спасибо, Алла Ильич, что вы нашли время, пришли к нам все-таки, хоть это вам было и сложно, я это знаю. Спасибо большое, что посмотрели нас. Это была программа «Особое мнение» на телеканале «Первый Турский». Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова